В турнирной таблице чемпионата России мотобольные команды «Металлург» и «Колос» долгое время сохраняли равенство очков. Но после игры «Видновчан» в Ипатова, где наши выиграли, «Металлург» шел с небольшим опережением. Домашняя игра должна была укрепить позиции спортсменов Видного, ведь ее исход мог определить победителя турнира этого года. Но и гости были готовы дать реванш. «Колос» сегодня представлен сильными игроками. «Команда сильная, также состоит из игроков сборной Белоруссии и сборной России. Она такой же претендент на первое место. Получается, эта игра решает первое место. Но мы выиграли там 4-2. Между двух игр будут подсчитываться голы. Потому, я думаю, такая напряженная игра». Основу «Металлурга» составили Антон Гусев, Иван Крештопа, Роман Дицина и Никита Семин. К сожалению, Владимир Сосницкий на последнем выезде получил травму. И сегодня команде предстояло играть без своего лидера. Уже с первых минут матча гости сумели навязать свой рисунок игры и закончить первый период со счетом 0-1. «Ну, всегда пытаемся брать инициативу. А как это? Кто первый забивает, должен, по идее, выигрывать. Металлург первый забил у нас, выиграл. Поэтому, может, мы первый забили, может, мы выиграли. Будем верить в это». Как ни пытались видновские спортсмены изменить ход игры, преимущество на поле все равно оставалось за колосом. Металлург даже не сумел забить мяч по пенальти. А вот спортсмены Ставрополья свои шансы не отпускали. И закончили второй период со счетом 0-2 в свою пользу. Чем очень обрадовали болельщиков, приехавших их поддержать. «Мы приехали посмотреть на игру. Очень нравится. Крошка отличился, молодец. Славик отличился. Шестой номер. То есть мы болеем за Ипатова, за колоса». Что касается зрителей, которые болели за Металлург, то они явно были шокированы. Мало кто помнит, когда команда в последний раз проигрывала на своей территории. «Я думаю, что наши еще должны собраться как-то. Надо что-то делать, потому что беда. Но я такого давно не видел. Получаем массу удовольствия». «Шансы, как вы думаете, есть?» «Думаю, что наши продуют. Ну, хотя бы один забьют, наверное». «Обидно очень. Очень обидно. Надеемся, в третьем периоде сравняют счет. Очень надеемся, сколько болельщиков сегодня собралось. Ну, повезет сильнейшим. Больше ничего не скажу». И в третьем периоде чудо не случилось. Даже наоборот. Вместо того, чтобы собраться, игроки Металлурга подкисли и полностью были во власти лидирующего игрока Ипатовского колоса. «Неприятный звоночек, то, что практически весь состав сборной России, кроме Сосницкого, и мы так, в общем-то, безвольно голосом, Сергею Крошкину, он один, раскатал всю сборную России». «До окончания матча остаются буквально считанные минуты. И если сегодня в России отмечают профессиональный праздник – День Металлурга, то на поле можно точно сказать – сегодня не день команды Металлурга». Да, такой мотобол нам не нужен. Особенно перед чемпионатом Европы. А что касаемо чемпионства в России, то по регламенту при равенстве очков идет подсчет забитых друг друга голов. И получается, что Металлург забил на два мяча больше. «Металлург, в общем-то, не привык выигрывать звание проигрышем. По положению, в принципе, все равно мы сегодня стали в 30-й раз чемпионами Советского Союза и России». В рамках российского турнира осталось еще несколько игр, которые вряд ли что смогут изменить. Поэтому факт остается фактом. Металлург – чемпион России 2016 года. Елена Бабина и Адамия Елена Кошелева. Видное ТВ.